друзья всем привет сегодня хочу вам показать вот такие вот японские резисторы фирмы космос токио называются они jfp 124 на 10 килоом 79 года выпуска 8 месяц вообще у меня их 5 штук сейчас я вам два покажу о них я уже упоминал в одном из своих видео они с японской платы fanuk те кто смотрит мой канал они знают уже об этом видео об этом есть и их показывал но дело в том что я показывал один только они оказывается разные и разное в них содержимое вот на первый взгляд они одинаковые а разница совсем другая и разница проявляется в немножко другие те которые 80 года 8 месяц вот я один уже вскрыл 80 год 8 месяц а этот 79 год 8 месяц вот обратите внимание запомните вот эту разницу сейчас я нажму на паузу вскрою их и покажу что там внутри и чем они отличаются и так продолжаем друзья вот я вскрыл их это 80 год 8 месяц корпус нам не нужен вот бегунок из серебра внутри дальше вот тут такое резиновое колечко было и что еще интересно хочу обратить ваше внимание они похожи на наши резисторы sp516 ну и им подобные ссылка также будет вот здесь вверху видео об этих резисторах уже есть на моем канале вытаскиваем вот эту вот пластинку и смотрим внутрь вывода здесь позолоченные это восьмидесятый год вот второй такой же восьмидесятого года бегунок серебряный вывода позолоченные спрятаны его под этой штукой снизу не видно что они позолочены две штуки вот здесь восьмидесятый год а сейчас я вам покажу что было в семьдесят девятом году те же резисторы японские 79 год восьмой месяц крышку снимаю а тут уже бегунок обратите внимание какого цвета видите разница какая в течение года вывода также позолоченные то есть тут ничего не изменилось японцы начали экономить на на драгоценных металлах где-то между семьдесят девятым и восьмидесятым годом ссср же принял постановление совета министров об экономии драгоценных металлов в марте девяностого года и именно поэтому все радиодетали которые после девяностого года выпуска принимают процентов на 10 а то и 20 дешевле чем те которые были выпущены ранее вот аналогичная ситуация тоже семьдесят девятый год восьмой месяц бегунок бегунок желтого цвета то же самое вывода обратите внимание так что имейте ввиду все разбирайте тщательным образом порой даже то что не не очевидно если разобрать более хорошо оно было спрятано вот так вот ни отсюда ни отсюда ничего не видно ну и также в качестве бонуса хочу вам показать еще нашел микросхемы восьмидесятый год тридцать первая неделя фирма тмс какая-то japan они абсолютно одинаковые на 24 вывода приблизительная цена я думаю рублей 60 70 за штуку на этом обзор был окончен всем кому было интересно ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и и и и и и и и и